Он все время Жанюсик, 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 называл меня лисичка моя. Твой, если больше не могу говорить. В поселке о них говорили. Идеальная семья. Юрий и Жанна, 15 лет в браке. Есть сын, Тёма, ему 14. Собака, любимица главы семейства, Симба и три кота. Женщина продает мясо на рынке, мужчина работал на небольшом предприятии с Борщиком. Вечером все собирались на кухне. После ужина Юрий, как обычно, уезжал заправлять машину, чтобы жена с утра могла спокойно доехать до работы. А по пути покупает себе сигареты. Так было и в тот день. В 22 часа 15 минут глава семейства выехал из дома и направляется в центр. Юры до сих пор нет. Уехала с сигаретами, до сих пор нет. Где болтается, я говорю, не понимаю. Я говорю, так спала крепко, вот эту ночь единственную. Что ночью ничего мне не сыграло. В центре каждый вечер тусуется молодежь и зимой, и летом. Там магазины и бар в 22 часа. В то же время, когда Юрий выехал из дома, на главной площади поселка собралась компания Руслана Мамедова, которого теперь называют головорезом. В поселке его все знают и даже боятся. Руслану всего-то 26. В 18 его осудили по статье 105 убийства. Отсидел 7 лет. И уже год как на свободе. Ну так вот, вернемся в тот день. Компания Мамедова свой вечер начинает обычно. С походом в магазин. Человек просто неадекватный вообще. Человек просто брал вот так коньяк и уходил. С ним особо... Сколько он раз ко мне подходил? Там, давай поговорим. Я не вижу смысла разговаривать с этим нечеловеком. Сотрудники все местные. Они им подходят и говорят, домой не боишься идти? Что? Они скажут. У многих дети есть. Поэтому беспредел полный. 22 часа, 22 минуты. Компания выходит из магазина с алкоголем. Все располагаются неподалеку. Отдыхать в небольшом закутке. В это же время Юрий подъезжает на своей машине и паркует ее вот на этом месте. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. В это же время из соседнего гипермаркета выходят еще два участника событий. Денис и Александр. Мы хотели купить спиртное, но нам сказали, извините, ребята, вы опоздали. Мы хотели действительно выпить немножко, но не получилось. Потому что времени 10.30 было уже, а мы как бы времени посмотрели и зашли. Потом зашли сюда, здесь закрыто, и вот пошли туда, чтобы на станционную выйти. По направлению к дому. Поступила команда, там услышала кто-то, эй, мужики, стоять. Мы как бы, я не придал значения, поверну голову и идут дальше. Они что-то не поняли, что ли? Я поворачиваюсь к ним, я говорю, а что за команды такие? Я говорю, ну ничего так грубить этому. А ты что, борзый что ли? Они как бы быстрее подлетают, и как бы сразу удар в челюсть, пробили мне губу. Я упал, как бы сделал сальто такое. Ну снова встал на ноги, там вот на камере, там в полушке, было все это видно. Он мне начал кричать, что если ты сейчас еще раз дернешься, я тебе ноги прострелю. Мне Руслан уже говорит, ты что смотришь? Все, дальше я не помню. Потому что был удар мне, я не знаю, наверное, сзади, потому что у меня сзади все, здесь разбита голова была. Был удар, все, я уже не помню. Потом я помню, что я очнулся, уже вон там был, у ларька лежал. И там меня ногами пинали. Просто ребятам нужно было, не знаю, что нужно было, просто до кого-то докопаться, силу показать, или денег им не хватало на выпивку. Все это время Юрий находится в машине. Почему не вышел разнять дерущихся? Почему не уехал сразу, как только началась разборка? Почему остался на месте? Сейчас на эти вопросы уже никто не может ответить. Видеорегистратора в машине тоже нет. Сразу после того, как компания Мамедова понимает, что мужчины без сознания, они решают, отсюда надо валить, как принято говорить в подобных кругах. На парковке одна машина, Юрия, который сидит и видит все. Они подбегают, и здесь начинают их избивать. В 22-22 это все происходит. Потом они возвращаются к машине моего мужа. То есть это буквально получается в трех метрах. Вот так вот. Я думаю, что он немножко шокировался этой дракой, испугался. И поэтому сидел в машине и думал, чем это закончится или чем-то можно помочь. Вот. Видно, что двери машины открываются. Они просят о чем-то. Разговор же, конечно, не слышно. Лезут туда в машину и начинают его избивать за то, что он отказался их везти. Он объяснил тем, что у него нет бензина. Первые несколько ударов они были около машины и здесь на площади. В 22-42 уже за руль садится Мамедов и моя машина начинает двигаться в сторону поселка 13-й. Электронные часы в автомобиле показывают 22 часа 42 минуты. Юрия запихивают в багажник и выдвигаются в сторону 13-го поселка. А трахи 14 километров. На половине пути машина глохнет. Заканчивается бензин. Трое парней вместе с Мамедовым отталкивают авто на обочину. Открывают багажник. Юрий еще жив на часах уже 11 вечера. Он каким-то образом выбирается и пытается убежать. Сил хватило на 500 метров. Он как-то может быть в шоке или очнулся. Я не знаю, вот последнее, что он был, он все-таки от них побежал. И вот в лес забежал, и там он умер. Когда их спрашивали, что как вы удостоверили, что он умер, мы, говорит, подошли и потрогали его, что он умер. То есть какое-то он время, он жил. Компания Мамедова оставляет Юрия в лесу. Ловят попутку, бьют водителя и вместо 13-го поселка едут в Невскую Дубровку к знакомому бизнесмену. И там убили бизнесменов в квартире. Тоже нанесли ему несколько ударов отверткой и отрезали голову собаки вот этого хозяина, бизнесмена. Отрезали голову собаки. Когда я с женой разговаривала по телефону, там квартира была вообще вся в крови. Просто вся в крови. Еще темно. Около 4 часов утра. Руслан Мамедов и два его друга возвращаются к себе в поселок, разъезжаются по домам. Отдыхать. В это время Жанна просыпается и собирается на работу. Целый день она не могла дозвониться до мужа. Телефон был включен. И только под вечер абонент временно недоступен. Тогда же к Жанне пришли знакомые мужа. К подъезду подъехали две машины и так смотрят на мое окно. Я вижу, что это Леша. Думаю, господи, кому они могли приехать? И что такое? И меня прямо как вот потакнуло. Он открывает дверь. Говорит, Жанна, нужно поговорить. Я говорю, он говорит, знаешь, не знаем даже тебе сказать. Я говорю, что с Юрой? Он говорит, да. Юру нашли. Я говорю, сейчас я оденусь и выхожу. Когда сели в машину, я говорю, где? Он говорит, на 13-м. На часах уже 6 вечера. Солнце село. Машину нашли на обочине за несколько километров от деревни. Тело Юрия чуть подальше, в лесу. Вызвали полицию, скорую. Жанна рассказывает, даже криминалисты были в шоке от увиденного. Весь руль, вот они, облетку руля следователя сняли. Руль, переднее сидение, оно тоже было все в крови. В крови была вот эта вот вся дверь. То есть первый удар как раз произошел около полушки. Его сначала избили, потому что попросили его куда-то везти, но он сказал, ответил, что у него нет бензина. Потом его, получается, посадили на заднее сидение. Заднее сидение тоже было все в крови. За руль сел Мамедов Руслан, и машина поехала на 13-й поселок. На 13-й поселке у нас торгуют наркотиками. Они его попросили отвезти туда, но он не соглашался. И его на 13-м поселке уже положили в багажник. В багажнике тут была лужа крови. Собрав улики, опросив свидетелей, сравнив время, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции предположили, что все было совершено одной группой лиц. Этой ночью в книге учета совершенных преступлений записаны нанесение тяжкого вреда здоровью. 4 пункта нанесение тяжкого вреда здоровью, причинившая смерть. 1 пункт. Убийство. 1 пункт. Жестокое обращение с животными. 1 пункт. Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Угон. 1 пункт. Заподозрили в совершенном Руслана Мамедова. Его задержали через несколько часов. Идет следствие. И на протяжении вот этих суток они избили получается 6 человек. Из них 2 трупа и 4 человека с черепно-мозговыми травмами. А никак оно сейчас не идет следствие. Все молчат, следователь ни разу не вызывает, не ставит ни в его известность. И на все мои какие-то новые факты вообще никак не реагируют. Все видео, которые вот можно было бы использовать в этом дело, оно до сих пор находится у меня и никто им не интересуется. Одного из друзей Мамедова отпустили. Он проходит как свидетель. Еще один в розыске. Сам Руслан Мамедов помещен в СИЗО номер 6. Руслан так получается, что он общается по телефону, звонит и угрожает. Звонил по телефону, говорил, что это не он, его там не было, чтобы подтвердили, чтобы сказали, то есть ищет свидетелей, чтобы подтвердили, что его в этот вечер там не было. Какое обвинение предъявят этой компании и сколько им светит? Неизвестно. Главная цель Жанны наказать убийц. Женщина хочет добиться для них пожизненного лишения свободы. Я живу просто на автомате. Пока. Потому что терять человека, с которым 15 лет прожито, это не просто. Я стараюсь. У нас сын остался 14 лет. Держимся. В поселке о них говорили. Идеальная семья. Юра и Жанна сын Тема. Собака Симба и три кота. Теперь, когда жизнь на автомате, Жанну лишний раз не спрашивают о муже. Тема главная поддержка. А Симба, которая носится и громко лает во всей квартире в комнате Юрия, ложится около стенки, опускает голову и скулит. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова